Бывшие воспитатели частного детского сада Хэппи Бэби вновь предстанут перед судом. Краевой следком завершил расследование нового уголовного дела в отношении двух экс-воспитателей элитного учреждения. Нагих Татьяна Владимировна, 27 февраля 1968 года рождения, уроженка города Барнаула. Напомним, в конце 2017 года вскрылось, что в детском саду издевались над детьми. Их душили, закрывали в темных комнатах, лишали еды. Камеры видеонаблюдения зафиксировали более 300 эпизодов. За годы борьбы родители пострадавших добились следующего. Реальные сроки получили две бывшие воспитательницы. До трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взять Нагих под стражу в зале суда. Татьяна Нагих уже отбывает срок в Шипуновской исправительной колонии. Оксана Чегрова на свои три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима получила отсрочку. Ее ребенок не достиг возраста 14 лет. Однако заведующая садом Елена Воротникова получила лишь штраф за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Последняя касация в Кемерове оставила жалобы обеих сторон без удовлетворения. Но именно это решение теперь дает родителям право обратиться в Верховный суд. Новое уголовное дело в отношении Татьяны Нагих и Оксаны Посысаевой уже передали в Центральный районный суд города Барнаула. В данном уголовном деле 17 фактов истязания малышей, 4 потерпевших малыша. Данные факты стали известны уже в тот момент, когда дело о Хэппи Бэби, оно уже находилось на рассмотрении в суде. Следствием действия подсудимых квалифицированы как истязания и иные насильственные действия в отношении малышей. В деле присутствуют материалы, которые в интересах следствия показывать запрещено. Следствием и судом установлено, что с июня 2017 по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детского сада. В результате противоправных действий пострадали дети в возрасте от 2 до 6 лет. Конечно, сложно описать словами, сколько слез, боли, страданий ребятишек и нас, родителей, стоит. За всеми этими сухими юридическими терминами передано, квалифицировано, расследовано. Но мы делали и будем продолжать делать все для защиты своих детей. Некоторые дети, которые уже давно ходят в школу, до сих пор страдают от психологических проблем. Однако воспитатели спустя столько лет свою вину так и не признали. Юлия Щепина, День с толком.